Приветствую вас, юные натуралисты и любители водородной энергии. Добро пожаловать на канал Горыныч Лайф. И сегодня хочется показать вам новый наш электролизер. Он же водородный реактор, он же водородный генератор. А начать хочется с самого начала, а именно с блоков питания. В нашем случае мы обошлись малой кровью, купив два недорогих блока, каждый из которых по 10 ампер и 24 вольта. Объединив их вместе, мы смогли получить те же 24 вольта, но уже 10 ампер. И самое главное, что на рынке такие блоки питания стоят существенно дороже, чем нежели, как в нашем случае, комбинация. Что касается подключения, то мы блоки питания не напрямую подключили к генератору, а через шим. Что касается шима, то первый шим, который мы купили, он сгорел буквально через час после подключения. Шим был рассчитан на 20 ампер. По идее, этого количества должно было с лихвой хватать для того, чтобы питаться от блоков питания. Ибо там 20 ампер и шим на 20 ампер. Но по факту он через час быстренько нагрелся и пришел в негодность. Пришлось искать новый шим и уже более мощный. Найдя такой на 40 ампер, мы думали его точно уже должно хватить с лихвой. И он сможет полноценно питать наш генератор. Но по факту он проработал даже меньше, чем шим на 20 ампер. И сгорел буквально через 5 или 7 минут после начала эксплуатации. После этого было принято решение найти шим на 60 ампер. Да, он дорогой. Возможно, дороже, чем блоки питания. Но при этом есть вероятность, что он точно не сгорит. И мы такой нашли. Данный шим рассчитан на 60 ампер. Что, как повторюсь, хватает с лихвой. Так он еще и имел экранчик, который показывал регулировку ампер при подаче электричества. Мы старались не напрягать наш генератор. И подавали в районе 20, не более. С учетом того, что в воде было растворено всего лишь 3% щелочи. В отличие от норматива 10-20. Мы все равно получили довольно уверенный огонек. И который, в принципе, без проблем смог оплавить край стакана. Обратите внимание, если присмотреться, видно, как стекло под действием температуры, которое на секундочку составляет более 1000 градусов, начинает плавиться. И можно даже обратить внимание, что оно внутри закипает, бурлит стекло. Повторюсь, с учетом того, что у нас всего 3% растворено, процесс генерации водорода с кислородом довольно эффективный. Чуть позже мы проведем более концентрированный эксперимент, в котором больше будет растворено щелочи. И обязательно это вам покажем. Также хотелось обратить ваше внимание на гвоздь сегодняшнего ролика. Именно сам генератор, электролизер. Его форма отличается от всех форм, которые сегодня присутствуют на рынке, либо в разработках. Данная форма электролизера пятиугольная. И это совершенно неспроста, потому что, разместив отверстие в верхнем углу, мы получаем большую поверхность рабочую. То есть, генерация газа происходит практически по всей поверхности пластины. А газ собирается именно непосредственно в одном из углов наших пластин. Отверстие довольно большое, что позволяет гораздо эффективнее покидать емкость генератора и уходить дальше в бачок-осушитель. Вы понимаете, надеюсь, что генерация происходит как раз вот на поверхности пластин. И если бы газ скапливался внутри и не так эффективно покидал, то часть пластин, где скопился газ, не генерировала. То есть, непосредственно не работала. Поэтому, несмотря на то, что мы взяли всего лишь 3% щелочи и довольно мало ампер, то есть, порядком 19-20, мы получили довольно хорошую выработку газа. А значит, наша форма гораздо эффективнее, чем формы, которые сегодня можно у кого-то увидеть. В самом генераторе мы предусмотрели 4 отверстия. Одно оказалось, по сути, запасным. На случай, если генерации газа будет больше, либо мы сможем добиться большей выработки за счет каких-то механических или электрических процессов. Об этом отдельно и позже. А три остальных отверстия в генераторе работают по принципу. Одно отверстие на заход жидкости, второе отверстие на выход газа, и третье отверстие аналогично на заход жидкости обратно. То есть, необходимо, чтобы пластины постоянно находились в жидкости. Поэтому у нас два захода на прием жидкости электролизера. И один всего лишь на выход газа. Этого достаточно, и вода, в принципе, не скапливается. Дальше. Газ поступает в бачок-осушитель. Данный бачок у нас получился довольно массивный, ибо на рынке было тяжело найти бачок с тремя отверстиями. Мы взяли от какого-то фильтра, он имел одно из отверстий внизу, но с учетом того, что мы его перевернули, выход газа оказался непосредственно наверху, что очень было удобно. Дальше газ уходил по каналу и проходил через огнепреградительный клапан. Данное устройство, не перестаю повторять, является необходимым для проведения эксперимента. Если вы захотите собрать подобное устройство, то огнепреградительный клапан должен быть неотъемлемой частью данной конструкции, потому что сила горения водорода более тысячи метров в секунду. Он способен воспламеняться от малейшей искры. Поэтому нужно обезопасить себя, установить на этапе выхода газа огнепреградительный клапан. Мы, в свою очередь, поставили огнепреградительный клапан, рассчитанный на кислород. И он уже проявил себя не один раз, как устройство, способное защитить от воспламенения всей конструкции. Что касается поджига газа, то мы поставили горелку. Но, в принципе, при небольшой выработке газа достаточно и шприца с иголкой. Но стоит не забывать, что при горении водорода потихонечку, иголочка оплавляется. Это происходит довольно медленно и практически не сразу заметно. И еще иголочка может засасывать газ. Поэтому нужно быть предельно аккуратным, проводя эксперимент. Что касается дальнейшей нашей работы, то впереди нам необходимо добиться большей выработки газа при том же потреблении электричества. У нас есть уже какие-то наброски и идеи, и мы обязательно чуть позже вам все покажем и расскажем. Если вы захотите купить подобное устройство, а именно электролизер, генератор, то мы рассчитываем, что уже этим летом, именно в середине 2021 года, его можно будет купить на Валдберрис. А самое главное, что вам проще было его найти и купить, называться он будет как никнейм Гарндж. То есть, если вы смотрите это на канале YouTube, то вы обратите внимание, пожалуйста, на никнейм этой страницы. Забив его на Валдберрис, вы сразу же найдете данный товар. Это будет в середине лета. Если у вас будет желание запитать машину, то мы, к сожалению, не пытались данной процедурой воспользоваться. То есть, у нас нет опыта к подключению. Но в интернете достаточно информации и вариантов подключения. Также в будущем, повторюсь, в наших задачах стоит возможность получать больше газа при том же потреблении электричества. Но еще один интересный момент. Мы хотим сделать так, чтобы тепло, которое вырабатывает генератор, шло на элементы пелетия. И элементы пелетия расположить таким образом, чтобы гораздо эффективно собирать все тепло и преобразовывать обратно в электричество. А этим электричеством уже обратно запитывать генератор. То есть, закольцевать процедуру выработки водорода. Кто-то скажет, что это вечный двигатель, а он не существует. Но я хочу с вами поспорить. Двигатель внутреннего сгорания тоже можно назвать, получается, вечным двигателем. Потому что, если в нашем случае вода работает как бензин, расщепляется и сгорает, как в двигателе внутреннего сгорания, то, в принципе, процесс, про который я вам ранее сказал, с элементами пелетия, не является вечным двигателем, а является что-то вроде двигателя внутреннего сгорания, в процедуре которого также участвует материал, который горит и разлагается в атмосферу, как и в двигателях внутреннего сгорания. Сегодня на рынке присутствует огромный выбор элементов пелетия. Они есть разных площадей, разных форм и разной мощности. И, в принципе, можно найти эффективные элементы и довольно грамотно их расположить на конструкции таким образом, чтобы по максимуму перерабатывать тепло в энергию. Но это позже, ибо вы сами понимаете, что элементы пелетия, а именно хорошие, они стоят хороших денег. Но у нас стоит такая задача реализовать возможность получения энергии с элементов пелетия. Если у вас появятся какие-то вопросы или предложения, пишите их, пожалуйста, в комментарии. Обязательно все читаем, обязательно все смотрим, и какие-то интересные предложения готовы рассмотреть. И если будет довольно интересная задача для эксперимента, мы постараемся ее реализовать и показать ее вам результаты. Спасибо за просмотр. Еще больше спасибо за ваш лайк и подписку. Мы стараемся двигать водородную энергетику вперед. Люди без образования, химиков и физиков. Пока-пока.